Ну и главным событием становится эта драка в Турции, где Шинник подрался с футболистами украинского Миная, Евсеев выразил респект своей команде. Что вы об этом думаете? Что это было на ваш взгляд? Неужели это правда главное событие? Получается так. С ума сойти. То есть об этом столько сюжетов. Ну вот это да, сюжетов много, но мне кажется с перебором. Когда наши украинцы этим фонтанируют, причем я там смотрел, где они прям подают как положено у них. Наши гарны, казачьи, дали этим москалям по сопатке. Ну когда они над этим скачут, ну понятно, мы не должны этим уподобляться. Обычная бытовуха. Ну у Украины, понятно, у них там все воспаленные восприятия, у них оголенные нервы. Наверное у кого-то друзья, родственники, может где-то погибли, может еще что-то слышали. Может кому-то прилетело в дом или куда-то. Понятно, люди на нерве. Тем более они от мобилизации сбежали в футбольную команду в Турции, но героизм проявлять надо. Поэтому они естественно ходят, ищут конфликт. Они естественно ходят, хотят подраться, выказать свою гарну незалежность. И какой-то хоть трохи, но перемоги получить. Конечно, отбиваться надо, но вот прям на этом зацикливаться. Во-первых, вопрос, чего у вас команда поехала туда, где украинцы. Неужели кто-то не понимает, чем это может закончиться. Это первый вопрос к тем, кто вообще эти сборы устраивал. Во-вторых, ну раз вы уж туда поехали, может там очень выгодные, привлекательные финансовые условия и другие. Ну хорошо, ну тогда понимая, с кем вы имеете дело, ну либо возьмите трех-четырех охранников, каких-то ребят, таких поздоровей, которые могут не допустить этих вещей, они не так дорого обойдутся. Либо заранее переговорите с турецкой стороной, что могут такие конфликты произойти. Вы там смотрите как можно внимательнее на эту ситуацию. Но избежать этого нельзя, на мой взгляд. Это везде будет. Везде кто-то, что-то из них, из украинцев будет говорить. Кто-то из россиян будет отвечать. Обязательно будут эти драки на бытовой почве, обязательно будет выяснение отношений. И когда это на нейтральной территории, это еще ничего. А если это будут какие-то эксцессы в Европе, естественно, россияне гады, украинцы, бедные, несчастные. И будут любые решения в пользу них. Ну, слушай, такая вот сейчас ситуация. Тем более, видишь, 10 лет или там больше им вдавливают в голову, что все можно решать с помощью... А, как раз видишь вот этот фильм, который я тебе говорил, начальник разведки рекламирует. Вот, все можно решать с помощью силы, с помощью, ну, какого-то жлобства. Ну, вот они по этому пути и идут. Слушайте, по поводу Головина, что ему делать, на ваш взгляд? Потому что есть несколько вариантов, насколько я понимаю. Один Дортмунд, продление контракта с Монако, это была открытая информация. Что вы думаете? Слушай, ну, я читал про Дортмунд и про то, как у нас тут половина специалистов кричат, что это шаг вперед. Я, конечно, немножечко, знаешь, это... Ну, у меня и так многие специалисты вызывают вопросы. Сейчас я просто... Даже мне стало интересно, на каком они... Но, вот, чем, объясни мне, второе место в немецком чемпионате, отличается от второго места во французском чемпионате. Ну, где шаг вперед? В чем? На мой взгляд, французский чемпионат сегодня, ну, наверное, все-таки посильнее. Мне кажется, что ПСЖ, это... Ну, может, у него не столько побед, сколько у Баварии, но все равно как-то вот... Все равно французская лига, мне кажется, она более такая, ну, креативная, интересная. Но вы имеете в виду, что есть ПСЖ, где есть Месси, Мбаппе и Неймар, или... Ну, да, да. То есть, я имею в виду, может быть, конечно, ПСЖ и проиграют Баварии. Бавария, конечно, как команда. Но что за интерес играть в чемпионате, где, в принципе, чемпион практически даже больше, чем у нас, уже известен до начала чемпионата. Мне кажется, во Франции-то оно все покреативнее. И вообще мне французский футбол, французская лига нравится больше. Я говорю о том, что я не понимаю вот этих всех вещей, когда говорят, что это шаг вперед. Но это шаг на том же месте. Только нахрена ехать в трудовой этот Дортмунд, в большой немецкий город, сейчас иметь все эти проблемы немецкие, да, нежели находиться на берегу Средизимного моря в безналоговой государстве, где ты прекрасно с себя живешь, где есть максимальная безопасность. Ну, то есть, вот если игровые какие-то моменты, ну, еще так спорные, то бытовые моменты, ну, точно в пользу Монако. Поэтому я не понимаю, в чем смысл. Если бы его позвали в Баварию, в Реал, в Барселону, ну, в какие-то такие, знаешь, топовые клубы, ну, еще можно о чем-то говорить. А и переходить в Германию, где, в принципе, очень много и украинского населения, ну, и, в принципе, немецкое общество сейчас, наверное, хуже настроено к россиянам, да. И все равно эти проблемы, которые сейчас будут, а немцы же народ чепетильный и очень такой, этот, прижимистый, будут считать каждый фенинг, а оно же будет все хуже и хуже, да. И они будут проецировать на Головина в том числе свои проблемы. В Монако-то такого нет, понимаешь. Там, даже если повышение цены есть, но большинства людей это не очень сильно касается. И это не проецируется на Головина, это эти неудобства, понимаешь. Поэтому, как говорят женщины, это на это менять, только время терять. Ну, то есть, я правильно понимаю, что вы считаете, что если и куда-то переходить, то в хорошую команду Италии и Англии, но мы же понимаем, что в Англии невозможно из-за русофобии. Ну, и не надо, а что, помимо Англии, разве нет? Ну, хотя Испания там тоже уровень русофобии, но не такой запредельный, как в Англии, но тоже довольно-таки большой. Я думаю, из европейских, нормальных этих, старых европейских стран, я про этих молодошавок не говорю, а про старых, наверное, да. Но он больше, чем во Франции, больше, чем в Германии. Ну, слушай, мне кажется, он может и в ПСЖ вполне играть, если, тем более, как он их навозил в последней игре, так, наверное, и они тоже на него посматривают. Ну, не знаю, я думаю, что Дортмунд, это точно не то, куда надо переходить. Ну, вот у нас Вицель перешел, сильно он прогрессировал. Ну, так допрогрессировал, что нахрен спихнули в Атлетика, вот, а Паредос, видишь, я уже тебе говорил, стал ей чемпионом мира и, в принципе, в ПСЖ еще и бабулесточки там прекрасные получает. Ну, он ушел уже сейчас, Паредос Юэнтус-то. Вот сейчас, вот в этот переход, да? По поводу Лиги Чемпионов и Лиги Европы, вот, я так смотрю, вам интересно сейчас смотреть, учитывая то, как с нами обошлись, убрали, насколько, насколько интересно. Ну, ты знаешь, когда мы так играли, это некая сопричастность. Да, я Лигу Европы вообще, даже я этот матч, по-моему, этот Манчестер-Барселона, и тот даже, по-моему, пропустил. А Лигу Чемпионов, ну, я вот смотрю, тут какие-то интересные матчи, знаешь, с интересными командами. Если раньше я прям вот все почти пытался отсмотреть, три монитора, четыре, и прям это башкой только крутил, то сейчас нет. Только вот какой-нибудь такой забористую игру, и все. Почему? Ну, именно, наверное, поэтому, потому что нас там нет, и уже идет какое-то такое, значит, некое отторжение, ментальное отторжение. Не знаю, ну, это, может, у меня, потому что у меня такой, знаешь, ортодоксальный взгляд. Вот у Черчесова, вот смотрите, что происходит, то есть критиковали, критиковали, и мы с вами, когда разговаривали, но сейчас он там, у него отрыв гигантский, Ференс Вараши, там, в Лиге Европы в плей-офф, молодец. Так нет, мы с тобой говорим о том, что каждому свое место должно быть. Вот у Черчесова, видимо, место вот в том, знаешь, австро-венгерском регионе, вот у него в Австрии получалось, играл он в Австрии, и если мы там, опять же, сделаем экскурс в историю, то, значит, получается, на территории Австро-Венгрии у него все складывается. У него и в Польше неплохо. Ну, ну, вот, да, вот в Европе, значит, у него складывается, а в России, ну, как-то не очень. Ну, это так же, как Чернышов, там, практически ноль в стране, а за границей спрашиваем и тренер. Вот. Ну, вот, бывает такое. Там идет, здесь не идет. Слуцкий твой любимый. Здесь получалось, чемпионом становился, там, в принципе, не очень. Ну, наоборот, да. Да, я думаю, что это как раз у кого, в какой среде лучше получается. Где, может быть, какие-то, знаешь, может быть, какие-то вещи, вот этот напор, какая-то требовательность черчесовская, для них немножко диковато, и они, так, знаешь, на испуге выполняют, и за счет этого все происходит. А здесь, ну, что он орет, что он не орет, что он шевелит своими усами, никто внимания особо не обращал, и здесь это не прокатывало. Понимаешь, не знаю, ну, это надо, знаешь, углубиться и изучить этот вопрос. Ну, у меня, честно говоря, это вообще не досуг этим заниматься. Ну, может, кто-то из ребят, молодых этих журналистов, исследователей сможет над этим поработать. Я думаю, всему есть причины, просто надо углубиться и понять. Ну, да, слушайте, вы сказали про Слуцкого, как вам его новая роль? Он берет интервью, снимается, он такой, я не знаю. Слушай, я только успел то интервью дослушать, которое ты мне прислал, и потом уже смотрю, ну, Карпин, он уже перестроился, я не успеваю за Лёни. Он такой быстрый, как форвард. Да, ну, вот хорошее сравнение, как бы, да, где он, как вот героиня Натальи Селезнёвой, в фильме «Иван Васильевич, меня трофейси», помните, когда он приходит, «Ах, Шурики, я, как бы, тут вся камера, я, как бы, вот, режиссер Якин, я вся, вот, тут, вот, софиты и прочее». Блин, ну... Не могу тебе ничего сказать. Может быть, он вообще станет прекрасным комментатором. Может, он уже хочет закончить с футболом, с тренерской. Ведь, на самом деле, на мой взгляд, ну, это же ужасная профессия быть тренером. Причем, знаешь, мы на этом турнире как раз с Димкой Кудряшовым повстречались. Помнишь, играл у меня этот Кудряш? Вот, он уже меня в щеках обогнал. Такой, я поржал на него. Он сейчас в команде «Родина», что ли, да? Нет, он сейчас у этого, в Армении какой-то этой, армянской команды. Вот, я говорю, ну, как он, говорит, блин, тренер, это, конечно, вообще не... Говорит, ну, вот, игрок и тренер, говорят, ну, это вообще, говорят, разные вещи, разные профессии, разное восприятие, разные нервы, все по-другому. Вот, поэтому, может быть, просто Леонид не хочет больше нервничать, а то, что у него есть, ему хватит, может быть, потом как-то, ну... Знаешь, не как Бердыев, там, этого котика до последней капельки доит, Васенька, еще капельку, понимаешь? Ну, у всех разный подход к жизни. Ну, так же, как и я, ну, не хочу активно работать, мне больше нравится на релаксе проводить, вот, уже время. А кто-то прямо, знаешь, это, рога в землю и пашет, 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 лишь бы, блин, потом в красивом гробу похоронили, чуть ли не из чистого золота. Вы же там общались с Галинским, господин Галинский. Ну, не сказать, что мы прямо общались, мы сидели на одном ряду и так, ну, обменивались какими-то репликами, да. Он очень переживает за свою команду, и ты знаешь, а я, честно говоря, очень переживаю за него, потому что видно, как человек от души прям вот, вот он живет этим, болеет, вкладывается, а трофеев нет. Вот мне бы очень хотелось, например, чтобы Краснодар что-то выиграл, ну, или хотя бы, я не знаю, он же, по-моему, ни одной медали даже нет, да? Нет, медали есть, медали есть, но у трофеев нет, да. Ну, они бронзовы уигрывают. Ну, я говорю, мне вот хотелось бы, чтобы все равно Краснодар, знаешь, я считаю, что вот таким людям, чтобы они, знаешь, не отчаивались, не опускали руки, ну, надо что-то вот, чтобы им хотя бы даже Бог посылал, знаешь, если уж не команда мастерством, ну, хотя бы где-то, как, как Спартаку вот в прошлом году кубок Бог послал, когда этот не попал в пенальти на, там, 90 какой-то минуте, так и здесь, чтобы, ну, хотя бы, чтобы поддержать его, чтобы, мне кажется, потому что если он что-то выиграет, даже, там, кубок или что-то, ну, это будет такой новая волна. У вас нет ощущения, что он опять, вот, как бы, из крайности в крайность, там, в прошлом феврале ушли легионеры, с кем-то расстроили контракт, кто-то уехал, приостановил, стали играть, доигрывать своим, там, состав был такой упрощенный, да, сейчас опять стука легионеров набрали, кто все эти люди. Слушай, ну, это все же, ты понимаешь, окружение, может быть, он себе не хочет признаться, ну, я считаю, что чем раньше ты признаешься себе, что вокруг тебя те, кто хотят за твой счет поживиться, тем будет легче, может он, может, я не знаю же, может, его с ними связывают какие-то дружеские или какие-то товарищеские отношения, может, он им таким образом дает заработать, но покупки многие непонятны, тем более на фоне того, какие у него есть свои ребята, воспитанники. Вот, опять же, вот это непонятное метание между своими играем чужими, у него то он играет своими, то чужими. Понимаешь, ну, как-то, мне кажется, я не знаю его просто, ну, близко, поэтому, может, у него и в жизни он так, знаешь, это тоже из крайности в крайность. Тут же вопрос такой, понимаешь, кто с тобой рядом, он же, я не думаю, что он сам выбирает игроков, а он кому-то верит, а, видимо, ну, какая-то должна быть капля, что ли, наполненность этой веры, когда уже через край будет, но уже все, нельзя. По поводу... Но результат надо спрашивать, он, может быть, не спрашивает. Ну, мне кажется... Кузяев хочет уйти из «Зенита» по окончании контракта, у него якобы есть время, ну, не спешит продлевать, и вот это все продолжается, что наши должны уезжать, ведь мы ни за что не боремся, у нас, значит, варимся в своем соку, что вы об этом думаете? То есть, как людей убедить, что вообще-то вы... Объясни, за что Кузяев может бороться и где? Ну, возможно, в Турцию или Грецию уйдет. И за что он там будет бороться? Ну, за Еврокубки, может, в Еврокубках сыграет? Ну, сыграет он 2-3 матча в Еврокубках. Дальше что? За что турки могут бороться или греки? Ну, не смешите мои выпавшие волосы. Ну, перестань. Ну, я тебе говорю, это все вот эти стереотипы, знаешь, кто-то куда-то обязательно должен уходить, кто-то куда-то должен переезжать. Мы не участвуем в этих Еврокубках, ты понимаешь, это вообще-то размазывает всю эту историю, прям вообще как трагедию. Такое впечатление, что мы прямо, ну, раз в 3 года брали либо тот, либо этот кубок. Да мы, блин, из группы выходили один раз в 3 года, какая-то команда, и то на следующем этапе лещей получали и возвращались. Но вот у нас, понимаешь, вот как это, не знаю, нарративы, что ли, или какие-то стереотипы, да? Вот обязательно мы же что, у нас чемпионат шел, ничего. Мы не занимаем там третье место, мы где-то в жопе, в пятом, но мы попадем в Еврокубки. Попали, сыграли один матч, получили там от какой-нибудь захолустья балканского, и все. Дата Василия Березуцкого, спасение любого российского футбола, на данный момент шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолет с неработающими двигателями завис и готовит к посадке куда-то. У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата, он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги. Скорее всего, со временем будет хуже, у нас не будет конкурентной среды, и ее нет, потому что команда не выступает в Еврокубках, и они никуда не попадают, они борются ни за что. Но какая логика чемпионата России на данный момент, когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь. Ну, мнение футболиста. Значит, он не перерос в ментальность футболиста. Ну, послушай, с каких это пор Еврокубки стали мерилом чего-то? Ну, а в других видах спорта нет. Вот он говорит, за что борются, а виды спорта, где нет Еврокубков, они за что борются? Ну, в спорте надо побеждать, мне кажется, в данный момент и в данном месте. Но вы имеете в том соревновании, в котором ты участвуешь. Да, а выход Еврокубки, на мой взгляд, это как бонус. Тем более, бонус, ну, понятное дело, Березуцкий там кубок УФА выиграл, теперь у него это все, понятно, это вершина карьеры, и он как бы это под все будет равнять. Ну, с его точки зрения, да, наверное, это логично. Но у нас таких выигравших раз-два и обчелся. Вот, и, понимаешь, а то, что не растет конкуренция, ну, так она не растет, я думаю, не из-за того, что мы не участвуем в Еврокубках, а из-за того, что у нас, наверное, уровень подготовки молодежи плохой, из-за того, что у нас очень мало талантов раскрывается, и очень мало талантов доходят до основных команд. А потом, то, что этим талантом внутри команд закрывают место посредственные легионеры. Я думаю, что еще в этом проблема, а не из-за того, что мы не играем в Еврокубках. Ну, вот, хотя бы пример моего любимого Спартака. Ну, взяли вот этих двух. Ну, понятно, деньги потратили, понятно, что кому-то принесли очень большое счастье финансовое в клубе. Ну, я на них посмотрел. Ну, что ты хочешь сказать, что... Ну, то есть, я тебе могу точно сказать, что на этом турнире были молодые ребята, которые точно смотрелись не сильно хуже, ну, точно не смотрелись хуже в 10 раз. Ну, так и зачем бы этих двух привезли, наверное, кому-то, кто мог раскрыться, и кто мог поднимать конкуренцию, закрыли дорогу? Ну, ведь теперь эти два, значит, этих... не знаю, кто они там... Ну, португалицы, Парагвайцы, да. Ну, да, вот этих два загорелых парня будут закрывать место тем россиянам, которые... А зачем их привезли сюда? Ну, они явно, этот, который защитник, он явно не Жиго, он явно не такой борец и боец. Соответственно, значит, там кто у нас? Хусевич на этом месте играл, да? Ну, на этом месте играл Чернов и Литвинов, да. Ну, вот Литвинов, на мой взгляд, очень хороший парень. Ну, так теперь он будет сидеть, потому что просто кому-то надо было заработать на вот этом пассажире. Того я вообще не помню, этого волосатого куда-то... Товарыш, да. Да, в какое место взяли, но точно... Крайний защитник, да. Да, нет, этот впереди, который... Там же один центральный, а этот разве защитник? Да, правый защитник есть, правый защитник товарыша. Так там же Маслов был. Рассказы восплавили и Маслова теперь туда же. Ну, Маслова никуда пока не сплавили. Не знаю, чем этот... За пятерку он, по-моему, да? Кто? Ну, товарыш или как? Да, ну, и пять меньше, да. Ну, что-то такое, ну, поверь мне, ну, ненамного лучше Маслова. Так тут хотя бы боец, тот за свое бьется, за ромб, за все. Ну, а это такие, знаешь, два прохода. Пока. Не знаю, может, они, конечно, в чемпионат войдут и там будут блистать. Не знаю. На сегодняшний день из того, что я вот видел, ну, пока такое, знаешь. Просто кому-то было очень приятно эти трансферы исполнить. Малком и Клаудиньо, вот-вот будет процедура получения имя российского гражданства. При этом оба не могут играть за сборную на данный момент и будут продолжать считаться легионерами. Так зачем? Зачем это нужно? Я думаю, мое мнение, что весь вопрос просто в финансах. Я думаю, что им, как россиянам, проще отдавать деньги, проще им здесь же эти деньги хранить. И они не иностранцы. Я думаю, может быть, еще что-то предвидится, какая-то закрутка с этими, с негражданами, то есть с иностранцами. Ну, я думаю, это все комбинация для того, чтобы именно как-то было легче с ними рассчитываться. У вас нет ощущения, что все равно поменяют некие правила, и они в какой-то момент не будут считаться легионерами? Либо под них поменяют правила. Но пока мы исходим из того, что пока до такой наглости не дошли, чтобы под двух игроков менять правила. Но пока, поскольку это не поменяли, поэтому я исхожу из того, что это все-таки для каких-то расчетов, для облегчения расчетов. Им, опять же, как россиянам, можно будет на зарубежные счета выводить свои деньги. То есть они здесь получают какие-то деньги, они их конвертируют. То есть напрямую, видимо, из «Зенита», из «Газпрома» или откуда-то слать деньги нельзя. Это же все подсанкционные теперь компании. А так они получили деньги, и вот они, как россиянин, по миллиону долларов или сколько там разрешено, на свой счет переводят. Я думаю, это все просто работа финансистов. ЦСКА помог пострадавшим в Турции, купил на свои деньги футболисты и тренеры продукты, всякого рода медикаменты. Но я смотрю, в части телеграм-сообщества отзывы идут о том, что где же помощь участникам специальной военной операции. Все-таки клуб, который представляет именно армию. Что вы думаете? Помощь пострадавшим, конечно, дело хорошее. Но почему туркам, а не сирийцам? Сирийцев так же затронул это землетрясение, как турков. У турков просто больше жертв, потому что их строители... Ну, они ЦСКА сбор проводил в Турции. Великолепно. Но все равно, я же тебе говорю, что у турок больше шерст из-за того, что их строители больше денег украли. Построили говно, которое рухнуло и убило людей. Ну, на мой взгляд, вообще все взаимоотношения с Турцией очень такие, своеобразные. Турция не наш друг, она просто наш временный попутчик, который работает и туда, и сюда. То есть, с нами они дружат, украинцам продают оружие. Поэтому, мне кажется, было бы логичнее абсолютно, если уж хотите поддержать жертв землетрясения, ну, наверное, сирийцев. А про армию абсолютно справедливый вопрос. Почему армейский клуб в первую очередь не помогает участникам военных действий? Это вообще непонятно. Ну, вопрос опять к тому, кто этим занимается. Ну, то есть, ставится вопрос о том, что, ну, вот сейчас, насколько я понимаю, вот российских клубов ждут год специальной военной операции, что будут какие-то акции с их стороны, что как-то ответят. Слушай, российские клубы, это в основном, за исключением 4-5, это в основном нуждающиеся предприятия. Поэтому, какие от них могут быть акции? Ну, они максимум могут приехать, сыграть с ребятами там на передовой или где-то, ну, в более-менее безопасное место, какой-то футбол погонять или просто посидеть, поговорить. Ну, какие-то представители, да? Ну, чем может футбольный клуб помочь? Ну, чем? Ну, вот реальность. Знаешь, не пиар-акцию, которая, знаешь, делается для галочки, а вот реальная отдача какая может быть? Ну, никакой, только вот такая, знаешь, поддержка, как артисты, нормальные артисты приезжают на передовую, поют, поддерживают, так и футболисты. Ну, вот все, что они могут приехать, там, подарить какие-то мячи, расписаться, пофотографироваться, ну, все. Но этого не делают? Не делают, но это вопрос... Почему вы понимаете? Может, безопасность, может, бояться, может, не все хотят ехать. Слушай, ну, кто-то боится, кто-то не хочет, кто-то не могут туда доехать. Ну, сейчас начинается вот чемпионат, да? Ну, вот, в принципе, Урал будет играть с Ростовом. Могут же там доехать до какой-то границы? Наверное, могут. А может, и не могут, потому что безопаснее, говорят, не вздумайте туда соваться, прилетить чего-нибудь там. Вы же телефоны не отключите, а потом, как с этой казармой, где 600 человек, там, или 700 не отключили телефоны, туда «Хаймерс» прилетел. А эти приедут, тоже телефоном, по телефонам, по номерам вычислят и всадят. Этим же все равно куда? Засадят по футболистам, наоборот, только будут там ржать и радоваться в Киеве и везде, что попали по этим. Вот. И будут глумиться, типа, не добили этих, тех, кто в Турции, там, никому морду не набили. Вот сейчас там «Хаймерсом» наградили. Они же там, ну, сознание сейчас тревожное. И прямо это самое, гипертрофировано в худшую сторону. Не, ну я к тому, что, ну, акции во время матчей, что-то вот какие-то, я не знаю. Вот эти все вещи, я считаю, это все, знаешь, такая, как сказать, все, что не дает какой-то материальный результат, это все профанация. Я думаю, вообще, вот эти, знаешь, кто-то умер, вот они стоят, молчат. Уверяю тебя, 90% думают совершенно о другом. Вот не о том, ради кого это минута молчания и прочие вот эти все. Кто-то считает это значимым. Я считаю, что это все, знаешь, это самое, как сказать, хлопки в небо. Ну, ни о чем. На мой взгляд, помощь, она должна быть всегда материальная. Ну, может быть, какая-то моральная, ну, мы с вами. Ну, и чего, то, что вы с нами. Ну, вот ты говоришь, акция. Ну, вот они стали, да. Сказали, весь стадион стал, сказал, мы с вами. И чего? У ребят добавилось патронов. У ребят появились эти квадрокоптеры. Квадрокоптеры, что, чем конкретно? Ну, да, они и так знают, что мы все с ними. И я думаю, что мало кто сомневается, что практически там 99% страны с ними. Ну, вот эти вещи, единственное, только чтобы для тех, кто здесь, чтобы они понимали, что мы, да, единое общество и что мы единая страна. Ну, наверное. Но все равно я всегда скептически смотрю на все вот эти перформансы. Мне кажется, лучше что-то собрать и отправить. По поводу истории, тоже она такая знаковая, получилась громкая. Нобо был обвинен его бывшей, как я по нему, подругой в избиении и прочий шум большой. Вы видели такие истории, когда в «Спартаке» были там в футбольной жизни? Что это там, я не знаю. Слушай, ну, да, конечно, бытовуха есть. И дерутся, и чего-то делят. Нобо сам это отрицает, его бывшая жена тоже говорит о том. Те же и дерутся, и что-то делят, и кто-то разводится, кто-то кого-то ловит. Ну, ты вспомни, эти похождения Глушакова в бане, и вот эти догонялки, и все остальные вещи. Ну, это кругом и рядом. Опять же, ты понимаешь, вопрос в том, кому женщина обратилась за помощью, за советом, что она хочет отсудить у него. Это же не просто так она поднимается, эта волна. Значит, есть какая-то претензия, значит, ее надо материализовать. А раз у Нобо все хорошо с деньгами, значит, вполне возможно, что и существует какая-то финансовая претензия. Я не исключаю, что он там леща ему дать, там треснуть, но не так прям, как это рассказывается, что чуть не убил ее. Но вокруг всегда таких дам, вокруг вообще всего этих футболистов, всегда есть советчики, которые хотят их немножечко обезжирить. И эта ситуация, я думаю, что там больше выдуманного, чем реального. Мы сидели как раз с ним, поздоровались, он рядышком со мной Нобо сидел на этом же турнире. Хороший парень, очень добрый, глаза добрые, очень милая с ним дама была, и они так сидели, прям шерочка-сма-шерочка, ничего не говорили о том, что это какой-то полуманьяк, который душит женщин. Вообще ничего об этом не говорили. Я не знаю, смотрели ли вы матч «Зенита» в Иране? Второй тайм досмотрел, да. Какое у вас впечатление произвело, как вам показали? Я так и думал, что ты вышел на эту тему сильно. Ну, получается, что иранский футбол не так плох. И не все у нас было бы шикарно, если бы мы перешли в азиатскую лигу. Но не устану повторять, все, что происходит в межсезонье, нельзя расценивать довольно-таки серьезно и смотреть на это, как на какой-то показатель какого-то качества. Поэтому, ну, проиграли и проиграли, ничего бывает. Но уж очень угнетающе все это получилось. Согласен. Ну, то есть, такой показ, как в 90-е годы, да? Нет, я попытался... Я попытался посмотреть, по-моему, ЦСКА «Локомотив», что ли, они играют? ЦСКА «Динамо», по-моему. ЦСКА «Динамо», да. Я включил, увидел эту картинку, думаю, ой, не-не-не-не-не. Даже не буду тратить время. Ну, там действительно в тени все было. Да, какой-то ужас, выключил, вот там был ужасный показ, а здесь, ну, слушай, как могут, так и показывают. Но, опять же, если мы говорим о результате, ну, может быть, они были под нагрузками, может, они устали. Нельзя вот сейчас хвататься за этот результат. Но у вас нет ощущения, что... Ну, нет, слабее, чем любая иранская команда. Ну, да, но, как бы, о чем-то я говорю, что, да... У нас уровень хуже, чем в Иране? Да, но мы все время, как бы, рассказываем, да там, в Азии какой-то уровень, да что это такое? А потом мы проиграем Киргизию, еле-еле на пертячем паре на последней минуте забиваем гол с Таджикистаном 0-0, с Узбекистаном 0-0, с командой Супахан проигрываем 0-2. А я тебе говорил, если ты сделаешь экскурс в то, что я тебе говорил, я говорил, что вот эти матчи, они имеют под собой очень негативный момент. То есть, ничего не поменялось, только там были достойные поражения в Европе, а здесь достойные поражения в Азии. Нет, я говорю, что они имеют негативный момент, поскольку, если ты выиграешь у этих команд, тебе скажут, ну, так и должно быть, а вот если вот ты оступишься, вот нам тебя будут возить мордой по Павасу прямо с утра до вечера, поэтому... Нет, у вас нет ощущения, что кто-то должен прийти, там, разные можно там, какой-то некий футбольный политрук и сказать, слушайте, ребят, давайте вы будете как бы перестать страну-то позорить. Но вы не можете, я говорю... Тебе на это скажут, мы не проиграли ни одного официального матча. Будет официальный матч, посмотрим. Ну, бесполезно. Так тогда, если мы не играем официальный матч, за что же деньги тогда платить? Давайте сборную России распустим. Сейчас мы в Иран поедем, с Ираном мы готовимся играть. Да, вопрос не ко мне. И Ирану проиграем, и тоже будем говорить. Ну, мы... А если выиграем, что будем говорить? А если выиграем, что будем говорить? Молодцы. Ну, и забудем. А вот если проиграем, будем мусолить эту тему недели-две, да? Да. Слушай, ну да. Так кто-то же должен сказать, слушайте, перестаньте же не говориться. Нет, я говорю, ты думаешь, что это одними словами можно купировать эту проблему? Кто-то пришел, сказал, ты считаешь, что вся проблема в том, что некому прийти и сказать, или проблема в несерьезном отношении к делу. Может быть, все-таки проблема в том, что они не считают это каким-то таким знаковым матчем. Никто не убивается, никто в начале сезона не хочет получить травму. Еще раз говорю. Так и в конце тоже не хотят. В конце совсем не хотят, да. Да, и в начале сезона не хотят, и в конце не хотят. В конце не хотят на костылях в отпуск ехать. Да, согласен? И тут не хотят, и тут не хотят, и прочее, и прочее. Поэтому я всегда, последние годы уже в футболе, и сейчас все время говорю, контракты должны делиться на постоянную и на составляющую в зависимости от результата. Пока можно будет ни хрена не делать и получать миллионы, то элемент пахуизма ты никогда не сможешь купировать. Так тогда надо нам играть с Ираном или не надо? Я вот просто понять не могу. Ну, нам предстоит матч с Ираном. Его надо проводить или нет? Надо? Ну, результат нам понятен. Если головин там не исполнит ничего сверхъестественного... Головин, судя по всему, ничего не исполнит. Ну, все тогда. То есть, мы едем нагулять аппетит? Ну, видимо, да. Ой, господи. Так что тогда делать? Если мы едем нагулять аппетит, что делать? Ну, про муравья нет, не годится ответить. Ну, это уже... Я не знаю, Сергей. Ты мне задаешь вопросы, которые я тебе должен был бы отвечать, если бы мне платили в РФС зарплату. А так, ну, они там умные очень. У них огромный бюджет. Они, наверное, за этот бюджет сами должны додумываться. Не, ну, вот слова Федора Чалова, который комментирует в интервью «Спорт 24» возможность перехода российского футбола в Азию, заявил, что никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу Чемпионов. Там АФК. Там много хороших футболистов, но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская. Через сутки его, видимо, поправили, сказали, что ты там как бы говоришь. И он высказался так. Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клуба, выступающего в Лиге Чемпионов АФК, не принесить их уровень футбола. Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика. Лично я, как и многих других игроков, вырос, смотря Европейскую Лигу Чемпионов, слушая ее гимн и мечтая когда-нибудь сыграть против европейских топ-клубов. Вот так. Все стереотипы. Я тебе скажу, у нас же как? Все стереотипы. То есть, европейская шикарно, азиатская почти говно. Я сейчас себе купил такую, знаешь, для постоянной езды китайскую машину в Дубае. Ну, то есть, Lada Largus вы все-таки... Нет, там их просто нет, я искал, но не нашел. Ну, за сколько вы купили китайскую? Хаван, которая? Нет, это Хонши. Как-как? Хонши. Джип, знаешь, за 40 тысяч. Великолепная машина. Отделка внутри лучше, чем у Бентли. Я гоняю на ней вообще прям. И это просто, понимаешь, должна в голове произойти смена такой, знаешь, вот шаблонов. Когда ты понимаешь, что, в принципе, этот шаблон надо поменять, от него отказаться и, ну, сделать какой-то шаг в сторону, и он у тебя еще и получается довольно-таки успешным, ну, тогда все, вот это все уходит, понимаешь? А изменение шаблона в голове футболистов, ну, ты понимаешь, это большая проблема. У них вообще какие-то изменения в голове, это уже что-то такое экстраординарное. А если еще и шаблоны поменять, ну, это совсем... Сколько стоит-то машина? Я же тебе сказал, 40 тысяч долларов. Дешевле, чем у нас здесь. Китайские же этой марки, да? Да, нет, дешевле, там, я не знаю, наших отечественных аналогов, которые у нас есть. 40 тысяч долларов. Слушайте, Андрей Владимирович, ну, ничего себе. Двадцать миллионов. Ну, да, а что это за машина? Что там, трактор какой-то, который переводит 8 человек? Это джип какой-то огромный? Ну, джип не огромный, но это джип. Слушай, у нас за 40 тысяч ты пойди, что-то попробуй и купи. Ну, узнаю, да? От духа вас во уши ты здесь только купишь. Спасибо большое. По поводу локомотива. Дал интервью глава сайта директоров Нагорных Спортэкспрессу. Я бы назвал это интервью проповедью, все хорошо, кредит погашен, клуб устойчив, значит, у нас во главе спортивный результат, прежняя там, значит, стратегия была не очень хорошей, мы верим, как бы. Ну, то есть, никаких, по сути, выводов-то не сделано. То есть, люди потратили день... Про локомотив. Люди потратили кучу денег, ушел прежний менеджмент, их сделали богатыми людьми, футболистов выгнали, как бы, за них денег не заработали, и все по-прежнему хорошо. Ты знаешь, я этим... Только с нового года, только за пассажирские перевозки плюс 10%. Ну, видишь, есть кто, кому заплатить. Все нормально? Корпорация не проиграла. Такой цинизм просто. Ну, что это такое? Ну, а что? Что я тебе могу сказать? Ну, а как еще? То есть, ну, это... Скажите спасибо, что не 15. Это называется ложили, ложим и будем ложить на вас. Да. Вот так это называется. Вот с таким вот. Да, что сказать. Последний вопрос по футбольной составляющей. Захарян, идут разговоры о том, что он якобы в Галатасарай, турки, как бы, значит, он от этого отникивается, он не давал никаких комментариев. На ваш взгляд, надо ли ему уезжать в Турцию, в Галатасарай. Ну, Захаряна вообще там какая-то... Я вчера прочитал, что он еще лучше этого... Кого? Украинца. Мудрика? Мудрика. Вы считаете, что Мудрик сильнее? Я считаю, что да. Ну, это вы по первой игре. Ну, сейчас я и последнюю смотрел. Но вы не считаете, что у него многовато потерь? Ну, слушай, ну, у Захаряна ты считаешь потерь меньше. Я думаю, что, в принципе, эффективность Мудрика больше, чем у Захаряна. Но не об этом. Я просто говорю о том, что у нас вот начали писать, что Захаряна лучше Мудрика, чтобы меня... Вот вчера буквально я читал на сайте чемпионата, что вызвало у меня большое удивление. Я вот тебе о чем говорю. А по поводу Галатасарая у меня не складывается в голове, как армянин может поехать в турецкий клуб, да еще и... Он же, по-моему, не самый там у них, да? Нет, Галатасарай самый популярный. Самый или... Ну, Галатасарай говорят, что самый популярный. Ну, все равно. Армянин в Турцию. Два промаха, и ты представляешь, что там с трибун будет нестись. Ну и вообще... Ну и потом... Но только если... Исходя из твоих формул, что обязательное участие в Еврокубках, а так-то для чего туда ехать? Ну, зачем? Чтобы потрясло тебя, хоть и цинично, но чтобы попасть под землетрясение, ну, не самая лучшая перспектива. Опять же, Захарян, мне кажется, если куда-то еще и уезжать, ну, наверное, для этого существуют и в Европе клубы, которые точно не хуже Галатасарая, и которые... Ну, и теперь там отступные 25 миллионов евро. Ну, кто-то же эти отступные поставил? Поставил, да. Да. Ну, значит, кто-то считает, что он на эту сумму играет. Ну, значит, либо ему надо играть на эту сумму, ну, либо как-то снижать отступные, либо доигрывать в Динамо. Ну, я... Слушай, когда вот... Он же соглашается, и он, и его агент, когда подписывает контракт, что у него будут такие отступные, да, с Динамо, значит, их в этот момент все устраивало. Деньги, которые им предложили, за такие отступные их устраивали, ну, что сейчас? Сидите, ждите. Ну, да. Ну, я... Я потому, сколько заплатили за мудрика, может быть, кто-то и заплатил. Конечно, там я понимаю, что в этом трансфере было, наверное, процентов 30, это политического платежа, но и вообще весь этот переход в Англию тоже там была политика обязательно примешана. Но все равно парень неплохой. Может быть, здесь какая-то, может, армянская диаспора выступит, доплатит, может, еще какие-то варианты. Прогнозы на весеннюю часть, на ваш взгляд, кто будет чемпионом? Ты знаешь, вот до турнира я бы тебе сказал, что вообще до этого сбора точно «Зенит», но сейчас у меня как-то точит меня сомнение. Но сейчас вы турнир посмотрели и скажете, конечно же, Ростов вы имеете в виду? Нет, я имею в виду, что у «Спартака» хорошие шансы, у «Спартака» такая приличная балда собралась. У них хорошая скамейка, мне кажется, они так агрессивны довольно-таки. Они на ходу добавятся, еще не знаю, в каком состоянии или нет, промис. А «Зенит», на мой взгляд, он в каком-то таком, знаешь, в эйфории и в блаженстве пребывает. Если они не очнутся, то они могут и не доехать. Тем более «Зенит» все время любит на втором этапе терять, знаешь, пару раз, два поражения или что-то такое. А ведь раз проиграл, «Спартак» уже на три очка отстает, а еще раз и все, и подравнялись, и придется админресурс включать. А мне кажется, что в этом году никто это уже ничего не проглотит. И всем уже поднадоело порядком чемпионство «Зенита». И все вот это, знаешь, это питерское влияние от всюду и везде. И поэтому, наверное, сильно помогать никто не будет, потому что это вызовет просто шквал. А админресурс в виде судейства вы имеете в виду? Вообще всего там, игры перенести, вот помнишь, эту не перенесли игру, уже все радуются, потому что все прямо из Ульяновска. Да, ходили, бурчали, что сколько под них, там все будут уже выстраивать и выкладывать. Так и здесь, понимаешь, я думаю, что если судьи по раз ошибутся, ну просто будет вообще скандал прям. Но вы считаете, правильно ли они перенесли игру из Ульяновска? Я считаю, вообще вот эти вещи, когда особенно начинают поджимать и ущемлять команды не элитные, а такие обычные, еще и региональные, но это прямо вот мерзость, которую надо, максимально с которой бороться. Наоборот, надо футбол, чтобы такие команды, как «Зенит», «Спартак», «Лидеры» ехали больше, и больше, и больше в провинцию и больше популяризировали наш футбол. А когда в угоду там просто тем, кому удобно все эти матчи переносят, так давайте все играть, отличный стадион, большой, давайте все будем играть в Питере матч, вообще чемпионат там проводить. Че там уже, господи, помнишь же эта идея этих, бредовая, Федуна и Кампашки, давайте все играть в Москве и в Питере. Чемпионат там восьмерых или сколько они там собирались? Ну, это же примерно из той же оперы. Поэтому я думаю, что «Спартак» может на финише, но для этого «Спартак» должен, конечно, хорошо стартануть сразу с места в карьер. Сколько бы вы поставили на то, что «Спартак» станет чемпионом? В деньгах или в процентах? В деньгах, конечно. Нет денег. Нет, я думаю, что вероятность на сегодняшний день, наверное, процентов 20-25. То, что «Спартак» станет чемпионом? Да, кто сможет, да. Есть. Но тут все зависит, честно тебе скажу, не от «Спартака». Тут все зависит от «Зенита». «Зенит», конечно, по составу лучше. У «Зенита» команда крепче, она более возрастная, она более такая, ну, собранная. Мастера, конечно, более классные. Если они не будут заниматься херней, они, конечно, чемпионат выйдут. Но Геннадий Орлов говорит о том, что в Москве есть чиновники, которые спят и видят, чтобы кто-то из «Зенита» получил травму и «Спартак» обошел бы «Зенит». Еще раз тебе говорю, пожалуйста. Я уже, по-моему, говорил. И кто-то грамотно тоже, по-моему, Слуцкий в том интервью, которое ты мне сказал, он очень правильно сказал, не трогайте пожилых людей, не заостряйте внимание на том, что они говорят. Ну, вот вы к ним обращаетесь, они порят херню, а вы потом над этим ржете. Но это нехорошо. Мне кажется, так нельзя. Кто выиграет кубок, на ваш взгляд? Ой. Да пусть Краснодар и выиграет. Почему? Чтобы у Галецкого... Ну, хоть что-то. Ну, должна награждаться такая, знаешь, работа, такое вот рвение, вклад. Ну, вот мне кажется, должно не зайти сверху хотя бы, чтобы вот... и он продолжал, и ему, его примеру следовали другие. А если не Краснодар? Ну, сейчас рано говорить, надо посмотреть, кто выйдет там, какой хотя бы, знаешь, ну, с одной восьмой, по-моему, там можно будет. Хотя, а, нет, там же такая запутанная в журную система, ну, не знаю. Ну, сложно сказать, слушай, по идее, кто угодно может выиграть, знаешь, у кого залетит. Ну, вот, поэтому сейчас сложно. Когда останется хотя бы команды четыре, там, или восемь, ну, тогда уже можем на эту тему... Как сыграет Ростов, на ваш взгляд? Сейчас третья в тройке, но, такие у меня прогнозы не очень хорошие, потому что, на мой взгляд, осенью команда и так прыгнула на три головы выше. Мне тоже кажется. когда-то, и когда-то вот эта вот езда, она скажется. Мне кажется, ты абсолютно прав. По тому, что я видел, это не команда третьего места, раз. Во-вторых, ты абсолютно правильно говоришь, вот эта езда на перекладных, это невозможно. Ну, и в-третьих, ты, наверное, читал, что там еще и финансовые проблемы, поэтому я думаю, что, даже если Ростов окажется в конце года в пятерке, это уже будет прямо ой-ой-ой, какое достижение. С чем вы связываете эти финансовые проблемы? Ну, слушай, с тем, что Ростов живет на свои, никто не дает. То есть, вы имеете в виду, что прифронтовой город? Ну, и прифронтовой город, и нет какого-то серьезного спонсора, руки дающего. Нет ни железных дорог, нет ни Газпрома, ни Лукоила, нет у них своего Галицкого, то есть, нет такого, знаешь, источника благостного финансирования. Поэтому, что заработали, на то и живем. Тем более, не надо не забывать, что их же еще ограбили европейские, эти педики, блин, вот, не отдают деньги. А на эти деньги тоже команда рассчитывала. Плюс еще сбежала там всякая мразота в виде всяких Хаджика Дунича и прочего. Вот, ну, проблемы. Кто вылетит, на ваш взгляд? Ну, там, по-моему, все просто, там торпеда. И химки? Ух ты, и химки, да. Мне кажется, то есть, химки, вы не видите сейчас, у них просвета, они набрали кучу иностранцев, около 10 человек. Слушай, набрать иностранцев, это хорошо, но, не знаю, у них там кто из тренеров? Опять они будут там эти ругами бегать, или в этот раз что-нибудь выдумают, квадратиками начнут забегать? Нет, я думаю, там прям все совсем прям печально. То есть, химки и торпеда? Да. Насколько снизится посещаемость, на ваш взгляд, от фанайди? Очень. Думаю, троекратно, минимум. То есть, если ходило, грубо говоря, 15 тысяч, то не больше пяти будет. Пока не сделают максимально простую эту процедуру получения, хотя я вообще не понимаю, в чем проблема. Если ты ее получаешь через госуслуги, это должно быть, по-моему, ты понимаешь, тут, вот я сейчас много времени тоже в Дубае провожу, но там максимально все оцифровано, максимально все удобно. У тебя там есть эта карточка, айди, замена паспорта, ты ее везде вставляешь, и везде у тебя прямо все мгновенно происходит. Ну, это какая-то такая, знаешь, и так, наверное, база примерно такая, как наши госуслуги, вот я не понимаю, что если люди зарегистрированы на госуслугах, то есть личность подтверждена, что сложного по запросу людям высылать навстречу какой-то штрих-код, который они сканируют себе в телефон, и у них в телефоне, но в этом сразу у них появляется этот фан-иди, не в распечатанном пускай виде, а в таком каком-то электронном, тоже со штрих-кодом. Мне кажется, просто либо деньги по пути спиздили, которые на эту программу все выделяли, либо просто вот такие вот дебилы этим занимаются, других вариантов у меня нет. На мой взгляд, совершенно несложно, а вот эти перипетии, пройти 300 кругов ада, потом зайти еще в МФЦ, ну не всем по кайфу туда ходить и толкаться, и не все это хотят. И у вас, знаешь, какой-то у них одновременно у них от цифрового метода до пещерного они как-то умудрились совместить. Но если вы уже занимаетесь там цифровыми технологиями, если вы всех гоните через госуслуги, ну так вы и результат выдаете цифровой, а то вы, значит, загоняете начало оформления у вас цифровое, а окончание оформления у вас как этими с бабками надо подраться за пенсию в этом, на телеграфе, понимаешь, ну идиотизм, они, знаешь, сгребли все в кучу и еще осталась вот такую справку, знаешь, с такой печатью и обязательно, чтобы на фотографию было выдать, потом в конце вот такую тряпку. Понятно.